Вся история развития жизни на Земле представляет собой череду эволюционных взрывов и массовых вымираний. После некоторых из них жизнь начинала возрождение практически с нуля. Самым крупным вымиранием на данный момент считается катаклизм, который случился на границе Пермского и Триасового периодов. Сегодня мы расскажем о причинах и последствиях этой гигантской экологической катастрофы. В видеороликах на канале Эпоха динозавров рассказывается о появлении и исчезновении самых разных живых организмов. Подписавшись на канал, вы сможете первыми узнавать о выходе новых роликов. Ваши лайки и комментарии помогут сделать наши ролики более интересными. Также благодаря активности подписчиков их сможет увидеть большее количество зрителей. По оценкам исследователей, за сравнительно небольшой временной отрезок исчезло примерно 90% морских и 70% сухопутных видов. Некоторые из них были уникальными и обладали чертами, не характерными для последующих видов живых существ. Но у этого величайшего в истории нашей планеты вымирания есть и условно положительные стороны. Исчезновение животных конца пермского периода дало шанс на развитие другим группам живых организмов. В первую очередь это коснулось динозавров и других рептилий. На следующие 185 миллионов лет именно они стали хозяевами земного шара. Но в тени этих гигантских ящеров зародились и стали развиваться первые млекопитающие. В дальнейшем это привело и к появлению такого существа, как человек. Причиной вымирания, как и в других подобных случаях, стало резкое изменение планетарного климата. Большинство обитателей Земли просто не смогло приспособиться к новым условиям жизни. Но споры о том, что спровоцировало климатические изменения, не утихают в научной среде до сих пор. Причина вымирания динозавров 66 миллионов лет назад видна невооруженным глазом. Она выглядит, как огромный кратер от астероида в Мексиканском заливе. А вот следы столкновения Земли с каким-либо подобным объектом на границе Пермского и Триасового периода ученые пока не обнаружили. Поэтому за последние десятилетия было выдвинуто несколько теорий, связанных с причинами Пермского вымирания. Некоторые ученые считали, что климатические изменения того времени были связаны с образованием суперконтинента Пангея. Появление такого крупного образования изменило рельеф морского дна и сказалось на общей глубине мирового океана. Также многие исследователи отмечают резкое снижение уровня кислорода в морях и океанах того периода. Оба варианта вполне могут объяснить исчезновение большого количества морских животных и растений. Но обитатели суши в таких условиях пострадали бы меньше или процесс их вымирания растянулся бы на более продолжительное время. Наиболее состоятельной версией на долгие годы стала длительная вулканическая активность. Основная доля этой активности пришлась на так называемые сибирские траппы. Это название закрепилось за следами лавы, имеющими ступенчатую форму. Траппа со шведского языка можно перевести как шаги. До 1992 года считалось, что в течение примерно 5 миллионов лет в Сибири происходили интенсивные извержения. Когда поток раскаленной магмы, называемый плюмом, поднимается к поверхности, он начинает плавить земную кору. Нечто подобное, только в гораздо меньших масштабах, сейчас можно наблюдать в Тихом океане в районе Гавайских островов. 250 миллионов лет назад на просторах Сибирской равнины разлилось море лавы. Вулканы выбросили в атмосферу миллионы тонн пепла и различных газов. Все это пролилось обратно в виде кислотных дождей. Усилился парниковый эффект. Планета стала постепенно нагреваться, а количество кислорода в атмосфере стало стремительно падать. Хуже всего в этом случае пришлось морским обитателям. Повышение температуры воды привело к исчезновению огромного количества самых разнообразных микроорганизмов. Хорошо себя чувствовали в тот момент разве что анаэробные бактерии. Эти организмы начали активно перерабатывать серу, выделяя воду и атмосферу сероводород, что еще больше ухудшило ситуацию. Но через какое-то время продолжающееся потепление воды вызвало усиление разложения донных отложений, содержащих метан. Это еще больше усилило парниковый эффект. Тогда атмосферный кислород расходовался еще и на окисление огромного количества метана. Длительное вымирание практически всей земной фауны, связанное с очередным погодным катаклизмом, на долгие годы стало основной версией событий, которые случились в конце Пермского периода. Но в 1992 году группа ученых из Бирмингемского университета проводила исследования на одном из участков итальянских Альп. На основании взятых там образцов было сделано удивительное открытие. Следы присутствия живых организмов перестали попадаться в слоях пород на очень коротком временном промежутке. Ученые сообщили, что пермское вымирание длилось не миллионы, а в лучшем случае десятки тысяч лет. Вся теория о постепенном усилении парникового эффекта и снижении количества кислорода потребовало серьезного пересмотра. Снова зазвучали мнения о столкновении с неизвестным космическим объектом большого размера. В Австралии было найдено небольшое количество шокового кварца, песчинки которого несли следы сильнейшего удара. В районе Антарктиды были обнаружены изотопы гелия и аргона особой структуры. Считается, что такие соединения были характерны для метеоритов, богатых углеродом. Эти небесные тела существовали на заре появления Солнечной системы. Косвенных подтверждений столкновения планеты с астероидом было найдено немало, но вот кратер ученые обнаружить так и не смогли. На этом поиске причин величайшего вымирания на какое-то время затихли, а все новые доказательства основывались на имеющихся находках и теоретических исследованиях. В частности, некоторые ученые предположили, что кроме самой вулканической активности, большое влияние на процесс оказало горение угольных залежей на территории Сибири. Конечно, уголь загорелся именно под действием раскаленной лавы, но продукты горения, попавшие в атмосферу, существенно усложнили и без того непростую обстановку на планете. Более близкие к нам периоды крупной вулканической активности всегда заканчивались снижением среднегодовой температуры. Например, ученые зафиксировали снижение температуры после извержения вулкана Пинатуба в 90-х годах прошлого столетия. Аналогичная ситуация была после извержений вулканов Крокотау и Тамбора в 19 веке. Это вызвало неурожай на всем европейском континенте. В 17 веке в Южной Америке произошло серьезное извержение вулкана Уайнапутина. При этом в России на протяжении трех лет были неурожаи и сильнейший голод. В случае с вымиранием динозавров вулканическая активность, вызванная падением метеорита, привела к началу очередного ледникового периода, но в конце пермского периода этот механизм сработал наоборот. По странному стечению обстоятельств температура на Земле повысилась, а не упала. В стандартном сценарии подобных катаклизмов все выглядит довольно просто. Завесы из дыма и вулканической пыли становятся непроницаемы для солнечных лучей, солнце перестает нагревать атмосферу и поверхность планеты, климат на Земле на какое-то, иногда продолжительное время становится намного холоднее. Но примерно 251 миллион лет назад природа решила пойти другим путем. Причиной потепления климата в конце пермского периода некоторые ученые считают разрушение озонового слоя. В самом деле, вещества, которые выделяются при извержении вулканов, способны разрушать молекулы атмосферного озона. Правда, это никак не объясняет, почему ультрафиолетовые лучи не были поглощены диоксидом серы. То количество серно-кислых элементов, которые выделяются при извержениях, способно защитить атмосферу и поверхность планеты от воздействия солнечного света. Еще одна загадка, связанная с протеканием пермского вымирания, противоречит теории о гибели живых организмов от последствий вулканической активности. Пик этой активности пришелся на территории, находящейся в северном полушарии. Но по каким-то причинам флора и фауна в тропическом поясе этого полушария пострадали гораздо меньше, чем в аналогичной зоне южного полушария. Интересно, что большой процент исчезающих видов приходился на приполярные районы планеты. По оценкам ученых, в процессе катастрофы вода у полюсов стала теплее примерно на 15 градусов Цельсия, а в тропических зонах ее температура возросла на 10-12 градусов. Но учитывая, что около полюсов вода была изначально холоднее, приполярные океанические воды все равно остались более привлекательными для морских животных. Сейчас на нашей планете происходят похожие процессы. Глобальное потепление привело к тому, что морские животные начали постепенно перебираться в более холодные воды. То есть они в поисках более комфортных условий существования двигаются от экватора в сторону полюсов. Происходит это по эволюционным меркам просто мгновенно. Многим видам для смены мест обитания потребовались лишь десятки лет. Почему же животные конца пермского периода не поступили точно так же? Вряд ли эволюционные механизмы 250 миллионов лет назад работали как-то иначе. Некоторые исследователи заявляют, что потепление и последующее вымирание были вызваны резким увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере. Но также есть сведения, что примерно 55 миллионов лет назад содержание углекислого газа было примерно на той же отметке, что и во времена пермского вымирания. Даже среднегодовая температура была всего лишь на один градус ниже. Этот период ученые называют палеоцен-эоценовый максимум. Но тогда не было никакого глобального вымирания. Наоборот, количество живых организмов и разнообразие видов стремительно выросли. Так было ли все-таки потепление причиной величайшего вымирания в истории Земли? Большое количество углекислого газа в атмосфере вызывает интенсивный рост растений. Вслед за этим увеличивается количество травоядных и поедающих их хищников. Также для всех животных появляется больше жизненного пространства. При избытке углекислого газа не бывает пустынь. Все приведенные факты говорят о том, что потепление климата, которое случилось в конце пермского периода, не могло привести к массовому вымиранию. Но оно все-таки случилось. В 2017 году группа ученых из Швейцарии провела исследование образцов, собранных на территории Китая. По результатам исследований они пришли к выводу, что следы присутствия жизни пропали из отложений примерно на 10 тысяч лет раньше, чем считалось до этого. Казалось бы, по меркам земной эволюции лишний десяток тысяч лет ни на что повлиять не может, но именно в тот временной отрезок наблюдалось снижение уровня Мирового океана. Но при сильном потеплении воды в нем должно было стать больше. Исходя из этих данных, ученые решили, что вымирание случилось в период похолодания, а потепление, вызванное вулканической активностью, произошло позже. Возможно, ответ на загадку о причинах пермского вымирания был найден в начале 21 века. Современные методы исследования позволили обнаружить достаточно странное геологическое образование, скрытое подо льдами южного полюса планеты. Оно имеет форму кратера диаметром почти 500 километров. Средняя часть этого кратера состоит из очень плотных слоев породы. Такая плотность могла возникнуть из-за падения крупного небесного тела. Для получения кратера таких габаритов диаметр астероида должен был составлять не меньше 20 километров. Для сравнения стоит сказать, что диаметр кратера, который возник при падении метеорита, положившего конец эпохи динозавров, составляет всего 180 километров. Методы анализа, доступные современным ученым, говорят, что возраст антарктического кратера не превышает 500 миллионов лет. Но точно сказать, что именно этот метеорит вызвал глобальную катастрофу в конце пермского периода невозможно. Сейчас он находится под слоем льда толщиной более километра, но сибирские трапы расположены практически на противоположный от места удара стороне земного шара. Может быть в будущем ученые смогут как-то подтвердить или опровергнуть одну из версий, но пока поставить окончательную точку в вопросе о причинах пермского вымирания невозможно. Мы благодарим зрителей, которые досмотрели выпуск до конца. Больше узнать о других массовых вымираниях и о развитии жизни в разные периоды существования планеты можно в предыдущих выпусках. Также мы рассказываем об экологических проблемах и об особенностях взаимоотношений человека с природой на протяжении всего нашего существования. Субтитры создавал DimaTorzok